Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Уже не дня, наверное, а нескольких дней нашего правительства счастья началось повышение цен на нефть. Они просто счастливы. Просто, я не знаю, писают кипятком, простите за выражение. Никак не могу отказаться. — В общем, я них, на самом деле, если честно, не очень понимаю. Потому что то, что цены на нефть должны были вырасти, это абсолютно очевидно. Потому что они, еще раз повторяю, с точки зрения фундаментальной, должны подняться где-то примерно до уровня 50-60 долларов за баррель. Ну, теоретически они должны быть вообще в интервале 60-80. Но дело в том, что у нас в общем экономический кризис идет. И по этой причине спрос падает, как мы знаем. Буквально вот на днях, день-другой, президент Франции объяснил о том, что он вводит в стране чрезвычайное экономическое положение в связи с высоким уровнем безработицы. — Отметим, что уровень безработицы растет во многих местах, например, в Соединенных Штатах Америки. Но там столь гибкая статистическая служба в Министерстве труда, которая эту безработицу обсчитывает, что она у них как-то непрерывно почему-то падает. Дело дошло до того, а вот мне тут говорят, что слышно плохо. Это нормальная радио-то? В смысле микрофон нормальный? Вот тот плохой, да? — Ну, в общем, да, это не я виноват. Это микрофон. Я всегда так говорю, а кричать не хочется. Так вот, в Соединенных Штатах Америки дошло до того, что Федеральная резервная система США, которая должна отслеживать безработицу, поскольку с 1977 года это ее второй мандат, кроме устойчивости доллара, она, соответственно, была вынуждена придумать свой собственный показатель, поскольку, значит, вот тот не работает. Я вот сейчас тут сменил микрофон. Что скажете? Да, напишите. Вот тот, кто мне написал, что я говорю мимо микрофона. Нормальный или нет? А вот тут Елизавета спрашивает, почему в России людей, которые не умеют управлять страной экономикой, нельзя убрать по-хорошему? Эта конституция виновата или что? Значит, мы тут книжку написали с моим, с автором Сергеем Щегловым. Есть такой замечательный, я бы сказал, мыслитель в Перми, в которой мы очень подробно именно этот момент объясняем. Что элита это элита. И она определяет, кого убирать и кого ставить. Если механизмы выполнения элиты в 90-е, 2000-е годы были направлены на то, чтобы вытащить, нет, не столько идиотов, сколько компрадоров, то есть людей, целью которых является ликвидация России как самостоятельного государства, то эти люди и будут заниматься своей работой, так как они ее понимают. Что касается правительства и всей вот этой вот шайки в Гайдаровской, да, то там фокус состоит в том, что они за власть борются, а не за то, чтобы нам с вами жилось лучше. А пусть товарищ уши проверит. Ну, пускай проверит. Как книга называется, тут меня спрашивают. Ну, условное название «Лестница в небо», потому что у нее есть подзаголовок, который еще до конца не написан, но, грубо говоря, как делать карьеру. Собственно, книга-то появилась из того, что в году, наверное, в пятом, я сейчас уже не помню точно, это было очень давно, нынешний генеральный директор, как это называется, группы не экономика, а, в общем, Лена Ижицкая, которая тогда еще была студенткой Новосибирского технологического университета, написала мне письмо, в котором задала вот ровно вот этот вот вопрос, как делать карьеру. И тогда было лет не то 19, не то 20, вот, и это, значит, было еще так достаточно абстрактно, 18, наверное, да. Вот, ну, я, поскольку у меня какой-то был период где-то несколько часов между встречами, когда делать было нечего, я сел и написал памятку, как делать карьеру, которую ей отправил. А лет через пять или шесть я вот эту самую, эти, значит, тезисы отправил Сереже Щеглову с предложением написать книгу. Он это все прочитал, сказал, что это гениально, и мы решили написать книгу. Слово «гениально» не нужно воспринимать буквально в данном контексте, это означало, что ему, Сереже, некоторые мысли, которые были в этой бумажке, в голову не приходили, и только. Вот, а, значит, когда книжка будет продаваться, я думаю, что где-нибудь через месяц, но мы ее вот на этой неделе в редакцию отнесем, сколько времени будет занимать. Тут основная эта проблема – это, собственно, редактирование и оформление. Надо придумать картинку, оформить еще чего-то, вот, а потом нужно будет посмотреть. Книжка, кстати, длинная, в ней больше пятисот страниц. Мы так размахнулись, да, разудись по плечо, размахнись рука. Да, знаете, мне вот тут какой-то сегодня веселый день, а Путин входит в гайдаровскую шайку? Нет, не входит. А про Путина мы сегодня поговорим отдельно, поскольку я хочу обсудить. Собственно, все ругают Путина, да, у меня появилось сегодня желание его позащищать. Ну, так, относительно, разумеется, потому что к нему есть претензии, но вот я его сейчас позащищаю чуть-чуть. Еще один вопрос. А что, разве Медведев главарь шайки? Ну, в некотором смысле своей шайки он главарь. Но тут нужно понимать, что он, как бы, Путин поставил Медведева рулить гайдаровской шайкой. Тут есть, разумеется, тонкости, потому что идеологический лидер гайдаровской шайки сегодня частично кудренно, частично Волошин. Ну, собственно, Волошин, как известно, стоит за спиной Медведева. При этом этот же Волошин очень активно мешал Путину снова вернуться во власть. Но все это, на самом деле, вещь сложная, потому что, собственно, способ существования элиты – это непрерывная драка. И в этом смысле ничего такого удивительного в этом нет. Другое дело, что было бы неплохо, чтобы у нас были бы элиты национальные по сути, но их нету. Более того, как только кто-то начинает произносить национальные по сути лозунги, как, например, Кадыров, то на него, значит, начинают наезжать тут же со всех сторон. В некотором смысле это критерии. Те, кто наезжают на Кадырова за то, что он произносит пророссийские лозунги, есть, соответственно, лидеры компрадорской оппозиции. Значит, вот эту фразу «а какая удобная позиция плохие бояре, а Путин хороший» – я слышу уже, наверное, в тысячный раз. Я могу сказать, что она свидетельствует только об одном – что вы не знаете, автор этой фразы в данном контексте, которого зовут Илья, что он не знает ни историю Византии, ни историю России. Я вам настоятельно рекомендую, прежде чем что-то писать, сначала, ну, хотя бы немножко разобраться в вопросе, а потом строить из себя умного. Это, кстати, стандартная такая интеллигентская заморочка, неоднократно отмеченная, что интеллигенты – это люди, которые все про все знают абстрактно, но как только их назначают чем-нибудь руководить, они немедленно все проваливают. Я по этому поводу, когда учил детей в школе, интеллигентных родителей, разумеется, я им объяснял, что самое страшное, что может быть в жизни, это если человек станет импотентом. Дети сказали хихи, я сказал, дети, вы ничего не понимаете, импотент – это существо, вся жизнедеятельность которого выражается глаголами несовершенного вида. Вот когда человек начинает произносить некоторые мантры, не понимая, что под ними лежит, это импотент. А путинское правительство 2008-2012 года не было гайдаровской команды, было, разумеется, оно и сейчас нет, Ричко. А, да, а, когда он был премьером, было, конечно, естественно. А я обращаю ваше внимание, у нас сегодня практически нету экономистов не гайдаровского толка. Вообще. Потому что их всех истребили в 90-е и 2000-е годы. То есть для того, чтобы их убрать, нужно сделать революцию. То есть нужно, ну, там, закрыть де-факто высшую школу экономики, российскую экономическую школу, сменить руководство Академии народного хозяйства и т.д. и т.п. И сделать принципиальное изменение модели. Но при этом нужно понимать, что все внешнее окружение нашей страны до 2011 года было как раз вот это вот либеральное. То есть если бы это Путин сделал до 2011 года, это бы вызвало войну. Но и в 2011 году противоречия, которые появились, проявились после дела Строскана, еще не вышли на поверхность. То есть на поверхность они вышли только сейчас. Вот именно об этом я сейчас и хочу рассказать. О, вот замечательно. Я просто не могу. Как вы можете учить, когда сами карьеру не сделали, бегаете по СМИ, а дальше что? Я просто объясняю вам, да, что я в 33 года получил государственное, как это называется теперь, чин, в общем, действительного государственного советника третьего класса, генерал-лейтенанта. Много у вас родственников, которые стали генералами в 33 года. Поэтому не нужно мне объяснять про карьеру. Детский сад какой-то, честное слово. Продолжаем дальше. Я, кстати, с большим интересом слушаю и смотрю, читаю вот эти вот бегущие ленты, поскольку общее количество злобных, но бессмысленных комментариев свидетельствует о том, что я все говорю правильно. Если вдруг меня вот эти вот тролли, которые, кстати, на зарплате находятся в большинстве своем, ругают мало, то это для меня показатель, что я работаю плохо. Итак, самым интересным событием прошлой недели стал не рост цен на нефть. Вот это как раз мура. Я еще раз повторяю, этого не могло не произойти. И принципиально это на нас не скажется. Может быть, собственно, даже не может быть, а наверняка рубль чуть-чуть подрастет, но экономический спад это не излечит. Я напомню, спад у нас связан с моделью либеральной. И начался он в конце 2012 года, когда цены на нить были еще вполне высокие. Так вот, продолжаем дальше. А у нас еще нет родственников, которые 25 лет ордена за заслуги перед Отечеством от Путин. У меня, кстати, орденов нет. Еще одна у меня есть замечательная вещь, которой я страшно горжусь. Я за все время своей работы, а генерал Дима, кстати, тут мне пишут еще, что генерал Дима тоже карьеру сделал. У него, кстати, генеральского звания не было. А я за все время своей работы ничего не получил от государства. Я даже в зарубежную командировку ни разу не съездил за госсчет. Так что у меня в этом смысле чист Аки Ангел. Единственное, что я получил от государства, это 10 лет запрета на выезда за границу. Я с 1998 по 2007 год за границу выехать не мог. Загранпаспорт мне не выдавали. А вот еще замечательно. Где ваше войско, генерал, и сколько у вас побед? Значит, в результате моей личной деятельности были уволены из правительства и уже никогда не вернулись на политические посты следующие товарищи. Альфред Рейнольдович Кох, Максим Владимирович Бойко, Яков Моисеевич Уринсон, Борис Ефимович Немцов и Анатолий Борисович Чубайс. Если хотите, повторите. Я на вас посмотрю. Так вот. Главным событием стало не повышение цены на нефть. Главным событием стало то, что вышел доклад, посвященный убийству Литвиненко, а в котором упоминается в качестве заказчиков глава ФСБ Патрушев и Путин. Обращаю ваше внимание, юридический статус этого доклада примерно такой же, как у комиссии ПАСЕ, то есть никакой. Это в чистом виде пропагандистский документ. И возникает вопрос, чего вдруг, почему и зачем такой доклад выходит именно сейчас. Литвиненко убили довольно давно. Кстати, мое личное мнение состоит в следующем. Если вы притащили в дом собаку, у которой блохи, то предъявлять кому-то претензии по поводу того, что вся семья чешется, не совсем корректно. Никто не виноват. Если вы приняли в своей стране вора и убийцу Березовского, то никаких претензий по поводу его подельщиков предъявлять никому не нужно. Пишите на себя заявление. Вот это моя позиция. Поэтому я считаю, что обсуждать Литвиненко и некоторых других персонажей вещь, ну, по крайней мере, бессмысленная. Кстати, по этой же причине я, например, никогда не читаю материалы господина Белковского. Ну, потому что я, во-первых, не знаю, кто ему сейчас платит. А во-вторых, он слишком долго работал с Березовским. Это клеймо неснимаемое. Значит, продолжаем дальше. Так вот, выникает вопрос. А почему именно сейчас? Почему не год назад? Почему не два? Почему не три? А кто антисемит? Я антисемит. Ну-ну. А, я как бы... Ну, хорошо. Слово антисемит, оно такое многозначное. Но дело в том, что я-то как раз в некотором смысле пострадал за часть своих предков. У меня же, как известно, половина предков евреи, а половина донские казаки, что создавало определенные коллизии иногда в рамках семейных отношений. Ну, вот это вообще уже детский сад. А, так вот. Возникает вопрос. Почему наезд на Путина начался именно сейчас? А вот почему. Дело в том, я уже про это говорил, что в 2011 году произошел раскол западной элиты до того единолиберальной. Почему? Потому что стало понятно, что экономических ресурсов... Экономическая модель кончилась. Я уж сейчас не буду говорить, почему. Я про это говорил столько раз, что уже надоело. А именно сейчас стало понятно, прежде всего, элите, что нужно выбирать один из двух сценариев. Либо спасать мировую финансовую систему за счет экономики США, либо спасать экономику США за счет мировой финансовой системы. И это принципиальная вещь. Потому что, если бы один из этих двух сценариев выбирается, то те, кто сделал ставку на второй, исчезают с мировой, ну, скажем так, элитной арены. Да, это люди, у которых исчезают все деньги. Это реальная проблема. И, наконец-то, в мире, в прошлом году, люди, которые начинают делать ставку на сценарий спасения экономики США против экономики мировой финансовой системы, вот эти люди начали поднимать голову. Причем, раскол виден в самых разных местах. Он виден, например, во внешней политике Соединенных Штатов Америки. Я не буду комментировать сейчас внешнюю политику США. Но фонд экономических исследований Михаила Хазина пишет обзоры западной прессы. Еще раз повторяю, прессы западной. То есть мы ничего не придумываем, мы, грубо говоря, переписываем то, что там пишут. Про дикую склоку между Керри, госсекретарем США, и Клинтон, предыдущим госсекретарем и кандидатом в президенты США. Настолько, что они там убивают своих соратников. Очень сильная, то есть не соратников, а соратников своего конкурента. Очень отчаянная борьба. В наших обзорах мы это очень подробно описываем. Ну, точнее сказать, переписываем то, что пишут на Западе. А это во внешней политике. Во внутренней мы видим схватку Трампа и той же Клинтон по той же самой теме. Значит, вот эта вот ситуация, она неминуемо должна была сказаться на политике России. И действительно, Россия постепенно, очень медленно начинает работать вот с этими вот контрэлитами политическими. Насчет элит верхних, это вопрос сложный. Это на поверхность не выходит, и поэтому я на эту тему умолчу. А вот с контрэлитами политическими, да, Виктор Орбан, Марин Лепен, да и многие другие, да, работа, безусловно, идет. Шрёдер, тот же самый. И, судя по всему, активность в этой схватке выросла настолько, что надо уже что-то делать. Ну, например, я с интересом узнал, опять-таки, читая наш новый обзор, который вышел в выходные, о том, что евробюрократия постепенно и медленно, не давая Соединённым Штатам Америки заключить договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом, одновременно снимает барьеры для китайских товаров по их прохождению в Евросоюз. То есть, ну, собственно говоря, идет на поводу Китая по новому великому шелковому пути. Если этот проект получится, финансистам придет конец, потому что у Евросоюза и у Китая появится база для альтернативного ценообразования. То есть, роль доллара резко упадет. Это очень важное место. И по этой причине началась такая бешеная атака на всех, кто пытается этому противодействовать. В том числе на Путина. То есть, на самом деле, в этом месте Путин, скорее всего, ведет себя правильно. Другое дело, что он при этом экономическую политику, то есть, воюя с финансистами во внешней политике, он экономическую политику внутри страны отдал соратникам этих самых финансистов. Как я уже говорил, это напоминает историю, как если бы Александр Невский, отправляясь, значит, воевать с Тевтонским орденом на Чудское озеро, снабжение своей армии отдал бы дочерней фирме Тевтонского ордена. В результате он бы подошел к Чудскому озеру, и не было бы ни еды, ни сена для лошадей, и они бы все умерли там прямо на месте. Вот надо понимать, да, что целенаправленно убивают нашу экономику в угоду разным нехорошим людям. Сейчас перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Сейчас мы сначала зададимся вопросом для того, чтобы проверить оптимистичность или пессимистичность наших слушателей. Значит, вопрос следующий. Вырастут цены нефтяные, ну, существенно, да, плюс-минус эпсилом мы считать не будем, относительно нынешнего уровня или не вырастут, то есть или упадут дальше? Значит, ответ «да» вырастут 8,495,134,21,35. То есть наши экономические власти будут спочивать на лаврах и испытывать ощущение спокойствия и счастья. Вариант второй. Не будут они расти, а в лучшем случае будут болтаться, а в худшем еще все равно упадут. 8,495,134,21,36. Судя по тому, что народ начал ответить еще до того, как я назвал номер, номера для всех знакомые. Значит, ну вот я предлагаю отвечать. Сейчас мы будем отвечать на звонки, но есть несколько вопросов, на которые мне хотелось бы ответить. Первый, как, естественно, такой вот, какой-то бытовой. А как можно ознакомиться с вашими обзорами зарубежной прессы? Есть сайт, фондхазин.ком, значит, его очень легко найти в Яндексе. Набираете там слово «Хазин» и «Фонд», и вы на него выскакиваете. И там есть кнопочка, которая называется «Обзор», и вы на нее нажимаете, и вам там все вываливается. Они платные, но недорогие. Теперь еще вопрос. А очень такой осмысленный, да, новое польское руководство, оно будет за кого? Это очень хороший вопрос. Вот, на чьей стороне сейчас выступают польские власти? На стороне контролит или на стороне США? Значит, когда я был в Польше некоторое время тому назад и объяснял полякам, я был на конференции Варшавского университета, что единственный способ спасти польскую экономику – это переориентироваться с Евросоюза на таможенный союз, то я ожидал, что мне набьют морду. Но результат был очень странный. Мне сказали, Михаил Ильич, что вы нас агитируете за советскую власть? Мы это и сами понимаем, но проблема стоит в том, что это сегодня политически невозможно, потому что у власти стоят проамериканские элиты. Вот сегодняшняя атака польских националистов, которые приходят к власти против Евросоюза, она во многом поддержана Соединенными Штатами Америки, которые пытаются наказать Евросоюз за то, что он сопротивляется идеям североатлантического партнерства. Но при этом Польша очень активно сдвигается в сторону Вышеградской группы – Чехия, Словакия, Венгрия. А Венгрии, ну, собственно, они все члены, да, но там как бы отдельно есть как бы… Вообще фактически делается попытка восстановить Австро-Венгрию как некоторый альтернативный центр силы. Восточной Европе, альтернативный Брюсселю. И Польша, как известно, целиком в Австро-Венгрии не была. Она была после раздела в XVIII веке частично в составе Пруссии, частично в составе России, а частично в составе Австро-Венгрии. Краков был австрийский город, как и Львов. Так вот, польские националисты либо через некоторое время проиграют выборы в силу того, что они не смогут вести адекватную политику, либо же им придется отказаться от проамериканской политики и переходить на ту линию, которую двигает Орбан, который венгерский националист очень крутой, и который сейчас довольно открыто говорит о том, что единственный шанс Венгрии сохраниться экономически – это двигаться в сторону России. Он, в общем, человек в этом смысле абсолютно объективный, надо отдать ему должное. Значит, напоминаю наше голосование. Если вы считаете, что мировые цены на нефть будут расти – 8,495,134,21,35. А если вы считаете, что они будут дальше не расти или даже падать – 8,495,134,21,36. Еще раз напоминаю, это у нас голосование по оценке оптимизма слушателей. Теперь напоминаю, что телефон прямого эфира – 8,495,73,73,94 и 8. Я начинаю отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Михаил Леонидович, я хотел вам сказать, что вы поменьше отвлекались на людей, которые вам пишут. Интеллект которого достигает лишь только игры в кубики по мобильному телефону. Лучше слушать вас. А у меня вопрос сегодня не студенческий и не школьный, а обывательский. Как вы думаете, кто больше наворовал? Вот это пьяное сборище Ельцинское-Гайдаровское или современный блатной сходняк на высшем уровне? Кто больше наворовал в свете вот этих событий, этой комедии? Нет, ну, конечно, больше наворовали в 90-е годы, потому что такой приватизации уже не было в 2000-е. То есть, команда, та команда, которая сейчас, она ворует в основном на распиле бюджета. А активы она уже не ворует в силу того, что активов нет. Кроме того, большая часть бюджетных денег достается как раз тем, кто получил в 90-е годы активов. Так что в этом смысле все отлично. А в 90-е годы, конечно, наворовали больше. В этом смысле у приватизации трудно что-нибудь сравнить. Одна единственная операция сравнима по доходности с приватизацией. Это операция ГКО «Валютный коридор». Вот в 97-м, 98-м году команда Чубайса наворовала совершенно безумные деньги. Правда, в основном, их получали бенефициарами, были американские банки, которые как раз команду Чубайса поддерживали. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Вы вначале затронули тему обновления элиты. И сразу сказали, что эта проблема не решаема по причине отсутствия кадров. Но давайте рассмотрим хотя бы проблему ответственности элиты. Сейчас механизмы ответственности какие-то, по-моему, не совсем адекватные. Вот, скажем, Кудрин, когда его все-таки призывали к объяснению того, что он сделал с облигациями. Это в какой форме было? Путин там на каком-то пресс-конференции так тихикой сказал, ну, Леша, давай признавайся, что ты там накосячил с этими облигациями. Вот как оперативно контролировать качество принимаемых решений в высших органах власти? Ну, вы знаете, я могу сказать, что поскольку меня, собственно, когда меня взяли на работу в администрацию президента весной 97-го года, то Александр Иванович Казаков, который меня, собственно, и брал на работу, он тогда был первый зам руководителя администрации президента и отвечал за кадры. Он мне сказал следующее, что, Миш, твоя задача сделать так, чтобы у президента была информация о том, что происходит в правительстве. Вот чтобы ты ни от кого не зависел, да, вот чтобы у президента была информация. И, собственно говоря, все те вот пять фигур, которых я назвал, они были ликвидированы, еще раз повторяю, на политическом уровне. Поскольку они члены элиты либеральные, то они, конечно же, никуда не делись, за исключением Бойко, которого практически нигде не слышно. Но, в общем и целом, эта система была создана, она начала работать эффективно где-то с июня-июля 97-го года. И где-то в конце весны, в марте-апреле, ну, скорее апреле, да, 98-го года ее начали активно ликвидировать. Значит, меня уволили в июне 98-го года, но к тому времени уже эта система была порушена практически полностью. Больше ее не восстанавливали. То есть у президента и у администрации президента нет информации о том, как принимаются решения в правительстве, кто их бенефициар, и почему решения именно вот такие, и т.д. и т.п. Берется формальное объяснение правительства, и оно обычно не подвергается какой бы то ни было критике. То есть в результате хозяйственная деятельность правительства оперативно текущая не контролируется политической властью в стране. Ничего не могу сделать. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Не пора ли господина генерал-лейтенанта назначить нашим премьер-министром? Вы знаете, назначение на должность премьер-министра – это решение политическое. Я не являюсь сегодня в России политической фигурой, поэтому мое назначение на пост премьера сегодня невозможно в принципе. В рамках нынешней ситуации. И поэтому я ее даже обсуждать не хочу. Существуют механизмы, причем вне зависимости от того, могу я или еще чего-то. Вот количество людей, которые в принципе могут быть назначены премьером, и оно ограничено тем, что они должны быть в рамках некоторой политической системы. Я в нее не вхожу. Так что это даже вопрос бессмысленный. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Не знаете ли, давал ли Кремль гарантии, если таковы и были, Асаду, когда он избавлялся от химического оружия, защищать его в случае введения американских войск? Не знаю. Это вопрос сложный. Я бы сказал, деликатный. Ответить так сходу не могу. Здравствуйте, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, в свете всего вышесказанного, как вы лично относитесь к проведению референдума по принятию закона об ответственности власти перед народом? А, значит, в нашей стране вообще проведение референдумов не по инициативе власти верхней чрезвычайно затруднительно. По этой причине я думаю, что любой референдум, в котором речь пойдет об ответственности власти, он будет достаточно проблематичен. Значит, я напоминаю, мы тут проводим опрос по будущим ценам на нефть. Скажите, вырастут цены на нефть или не вырастут? Если вы считаете, что вырастут, то это 8495, 134, 27, 35. А если вы считаете, что расти не будут или даже упадут, 8495, 134, 21, 36. Продолжаем, соответственно, отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил Леонидович, здравствуйте, Дмитрий и Сталина. А вот такой вопрос. Как, по вашему ощущению, элиты чувствуют, что если так же дальше все и будет продолжаться, то социальные волнения могут привести к пересмотру итогов приватизации 90-х? Вы знаете, тут есть очень большая тонкость. Дело в том, что пересмотреть результаты приватизации уже невозможно. Дело в том, что не существует уже тех юрлиц и даже тех хозяйствующих субъектов, которые приватизировались. Более того, были проведены там целая куча разных неприятных вещей. Ну, например, были социализированы все издержки. Например, Норникель сбросил со себя содержание города Норильска. Это теперь бюджетная проблема. А вот прибыль остается. И по этой причине это невозможно сделать. А в более сложных технологических отраслях там вообще нету уже тех субъектов, которые приватизировались. По этой причине у меня есть твердое ощущение, что надо принимать закон о люстрациях, в соответствии с которыми те, кто были организаторами приватизации. Неважно, вот все же документы сохранились. Если твоя подпись стоит хоть под одним приватизационным документом, не имеешь права занимать никакую государственную должность, получать государственную пенсию, лишаешься всех наград и вообще навсегда становишься абсолютно частным лицом. Это, во-первых, еще нужно бы им запретить детей учить и студентов. А вторая вещь, бенефициары не имеют права ни при каких условиях получать никакие деньги из бюджета. То есть вот вообще, если бенефициар приватизации является работником предприятия или руководителем, или акционером, или членом совета директоров, то это предприятие из бюджета деньги не может получить никогда. Вот я думаю, что если такой закон принять, то в этом случае жизнь у нас сильно улучшится. Но я уже объяснял про это много раз. Да, люди, которые были бенефициарами приватизации, они, во-первых, очень богатые, а во-вторых, они четко знают, что единственный способ стать богатым быстро – это украсть у государства. Они не могут конкурировать с реальными предпринимателями, они ими никогда не были, потому что реальный предприниматель не вор. И по этой причине они менее эффективны, поэтому они давят реальное предпринимательство всеми способами – и через налоги, и через силовые структуры, как угодно. А во-вторых, они коррумпируют власть для того, чтобы получать из бюджета деньги. И у них этот стереотип, который сбить невозможно, только полностью устранив их. Вот только так. Здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Михаил, не кажется ли вам, что вы лукавите, что в этот период времени путинского управления награбили меньше, чем в 90-е годы? Потому что семья Банкирщина, которая его назначала на власть во главе с Березовским и Ельцином, тогда было где-то около 10 олигархов, сейчас их больше 110, и вряд ли они вышли из среднего и малого бизнеса за настолько короткий период. Ну, во-первых, вы несколько недооцениваете количество олигархов в те времена. Во-вторых, нужно понимать, что, еще раз повторю, сейчас разворовывается бюджет, а тогда разворовывались активы СССР, которые были на несколько порядков больше, чем сегодняшний российский бюджет. Другое дело, что оценки были другие, да, потому что все это тогда стоило дешево. И казалось, что, ну, подумаешь, там, Норникель стоимостью 2 миллиарда, он сегодня прибыли приносит, несколько миллиардов в год. Еще раз повторяю, не доходов, а прибыли. А доходы там еще больше. В общем, это все сложно. Здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, я Николай из Москвы. Вот говорят, что в Советском Союзе не было коммунизма. Ну, вот в самом начале при Ленине был военный коммунизм, когда проезд был бесплатный, проживание и там многие вещи. Но у нас повторился в 91-м году, когда, в общем-то, проезд был бесплатный, квартирная плата отсутствовала и до 2000-х годов никто ни о чем не беспокоился. Вот сейчас идет кризис такой, что многие потеряют работу и обесценятся так, что и на жратву и сейчас не хватает. Как вы считаете, возможен государство сможет, чтобы помочь людям провести еще один такой военный коммунизм, где хотя бы отменят грабительскую плату за проезд, где студенты не могут, пенсионеры вот выходят. Ну, нет, это все, безусловно, нужно менять, потому что, в общем, логика-то тех, кто все это организовывает, она очень простая, что, ребят, а наша где доля, да? Там вот эти-то воруют из бюджета, а у нас-то бюджетов нету, ну, каких-нибудь у местных властей. Ну, давайте мы возьмем максимальную прибыль с того, что есть. А что у них есть? У них есть ЖКХ, поэтому они повышают тарифы ЖКХ, а, соответственно, все коммунальные компании платят дань. Они, соответственно, повышают плату за проезд, они делают платные парковки. Тут, кстати же, известная история, да, с очередью на выставку Серова. Значит, уже анекдот есть, что московский департамент транспорта объявил о том, что когда человек стоит на месте больше 15 минут, это портит асфальт, и по этой причине пребывание в очереди на Серова более 15 минут является платным, и уже ставят паркоматы. Ну, это, в общем, такая естественная здоровая реакция нашего человека. Кстати, и про Штирлица сочинили аналогичный анекдот. Штирлиц шел по реке Манке и услышал очередь. Он инстинктивно пригнулся, а из-за угла выкатился мороженый персик. На Серова подумал Штирлиц. Так что, в общем, народ наш, он все понимает. Значит, еще раз напоминаю, спрашиваем про нефть. Вырастут мировые цены на нефть или нет? Да, вырастут 8495, 134, 27, 35. Нет, не вырастут, а скорее будут падать. 8495, 134, 21, 36. Продолжаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Не получилось. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, Михаил. Радио выключится. Почему постоянным сервисом мантра о том, что невозможно, то есть, может, приватизация? Это ведь категория политической воли. Не, ну как, ну смотрите, ну сидят люди, да? Они, конечно, либеральная команда, но из них на приватизации практически никто не нажился. Потому что из тех, кто был в правительстве в самом начале только у Люкаев, он был помощником Гайдара, когда тот был и у премьера, но тогда еще приватизации не было. Они же тоже хотят получить свой кусок. Вот они и хотят приватизировать. Тут как раз все понятно. Даже вопросов нету. Все очевидно совершенно. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, господин Хазин. У меня такой вопрос. Долго ли сможет продлиться данная экономическая ситуация при условии дальнейшего падения экономики? Ну, что значит, при условии экономики-то будет падать точно. Если цены на нефть будут ниже, чем сейчас, то более быстро, если они чуть-чуть поднимутся, менее быстро, но все равно будут падать. Я еще раз напомню, началось это падение в 2012 году, оно связано с моделью экономической, и, в общем, остановить это падение невозможно. Понятно, что существовать это долго не может. Плюс к этому раскол в западных элитах, он приведет к тому, что будет очень сильное давление на Путина. Оно уже осуществляется, потому что у Путина не складываются отношения, например, с Китаем. Ровно потому, что в Китае его считают лицемером, имея в виду то, что он сделал ставку в экономической политике на людей, которые с точки зрения Китая являются врагами. Ну, вот тут вот никуда не денешься. То есть Путина все равно придется выбирать. Да, он в силу личных качеств будет от этого выбора увиливать очень долго, но выбор делать все равно придется. И чем дольше он протянется, и вот эта ситуация не выбора, тем хуже будет экономика в нашей стране. Тем хуже будет ситуация. Здравствуйте, слушаю. Алло. Здравствуйте, Дмитрий. У меня такое впечатление. Будет нефть падать в феврале. А дальше, наверное, посевные начнутся немножко вырастить, а потом опять будут падать. Это все из-за иранской нефти, мне кажется. Кто будет падать? Нефть будет падать. А, нефть будет падать. Ну, это вопрос сложный. У нас же посевная эта в разных местах идет, частях света идет по-разному. На юге, в южном полушарии, где-нибудь в Австралии она так идет зимой. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, извините, сейчас выключаю радио. Знаете, очень понравилось ваше высказывание по поводу господина Белговского, да, о том, что на нем стоит жирное что-то там, не знаю, пятно. Как в этом смысле вы могли бы охарактеризовать свое выступление на радио «Говорит Москва», где непосредним лицом является господин Даряйко? Тоже вроде бы как имеющее похожее пятно по поводу Белговского. Нет, ничего подобного. Это, вы знаете, вот это нужно понимать, да. Одно дело, когда человек получал зарплату за решение некоторой задачи, и совсем другое дело, когда он был соратником. Вот Сережа Даренко никогда не был соратником Березовского. И работал он, кстати, не на Березовского, а на Первый канал. И если Первый канал отдали Березовскому, это говорит о верхней политической власти. Так что вот это нужно понимать. Это достаточно важное отличие. И оно на самом деле принципиальное. Значит, у нас постепенно передача подходит к концу. Можно подводить итоги. Еще раз повторю, мы интересовались вопросом о том, будет ли расти мировая цена на нефть. Как ни странно, всего 27% участников обсуждения, участников голосования пришли к выводу, что цены на нефть будут расти. А 73% считают, что они расти не будут, а даже скорее будут падать. Это на самом деле говорит о том, что у нас очень низкий оптимизм среди слушателей, что они в разного рода оптимистические сценарии не верят. Ну, в общем, это такой, наверное, здравомыслящий подход, потому что в ближайшие годы и последние годы мы видим, что никакого оптимизма особого. Не то чтобы, просто непонятно, откуда он должен взяться. Да, но никто же не считает все результаты.